Иван Цанкар, классик славянской литературы, мне в этом году также посчастливилось работать над его биографией для специального европейского проекта, одобренного Советом Европы. В нем участвуют три страны, включая Россию. И, наверное, моей задачей было сделать вот такую популярную картину о том, кто это. И я в таком небольшом сокращенном виде расскажу или напомню коллегам, присутствующим здесь и нашим гостям. Да, это классик славянской литературы. На мой взгляд, его творчество, коллеги со мной либо согласятся, либо опровергнут, остается ключевым к пониманию славянского национального характера и его нравственного императива. Прозаик, драматург, публицист, критик, центральная фигура славянского модерна, синтезировавший в собственном творчестве достижения различных литературно-эстетических течений, передовых для рубежа XIX-XX веков, и создавший свой узнаваемый, отмеченный глубиной чувства, искренностью неизменимой, неизменной социальной ответственностью и высочайшей эстетической чистотой литературный мир. Его образ матери, самоотверженный и всепрощающий идеал чистой любви, нашел продолжение и укоренился во многих произведениях славянской литературы XX века. И другие психологические образы, портреты, ситуативные зарисовки, межличных снахотношений сохраняют актуальность, выйдя за пространственно-временные рамки и обретя общечеловеческое звучание. Автор более 30 книг, правда некоторые из них вышли уже после его смерти, как я уже сказала, безвременный. Он сначала очень неудачно упал, а потом ударился головой, потом еще и получил пневмонию и очень-очень быстро сгорел, ушел. Но дело в том, что такой надрыв, творческий надрыв, восприятие мира, восприятие мира, который раздираем Первой мировой войной и событиями, возможно, также что-то изменили в самом его отношении к жизни, а потому и, может быть, и случилась эта безвременная кончина. Цанкар первый профессиональный писатель в Словении, и хотя стараниями людей вполне мог занять любую, ну не любую, но какую-то службу, получить какое-то место, заниматься работой, так сказать, наемной, тем не менее сохранял верность своему литературному творчеству и брался за любую, так сказать, небольшую работу, связанную с писательством, но никогда не отказывался от своей свободы, был верен своему перу, осознавал свой талант с самого, наверное, своего начала, с самой юности, со своих первых произведений. Начинал он, первый сборник его был поэтический, это знаменитая эротика, которую на сегодняшний читатель, наверное, воспринял бы как такой поэтический опыт такого юноши, который только вступает в жизнь, но тем не менее этот сборник, 700 экземпляров из тысячи, 300 уже были на тот момент проданы, были выкуплены люблянским епископом и сожжены публично. Сборник через три года, когда, собственно, авторские права вернулись к Цианску Гору, был вновь переездом в несколько уже измененном виде, но тем не менее это уже было прощание и с юностью, и с наивными какими-то видениями, и, к сожалению, и с лирикой тоже. После этого он обращается именно к большей части прозаическим, драматургическим жанрам и обращается действительно к реальности, к жизни которой вокруг него. Его очень остро ранилила бездуховность, царящая в большинстве общества, в душах. Его очень ранили социальная несправедливость, несправедливость и внутри межчеловеческих отношений. Он был очень строг к самому себе и, говоря, вот я уже упомянула образ матери, он всегда понимал, что он такой же человек, и потом уже оценивая свои человеческие, простые человеческие поступки, видел, насколько он как человек несовершенен, и как он, может быть, даже и виноват в чём-то по отношению к своим близким и так далее. То есть человек как натянутая струна, такой вот очень чуткий, переживающий за окружающий мир и старающийся его изменить. Он вёл очень активный образ жизни, он работал и в Вене, и действительно постарался повлиять. У него была даже определённая политическая карьера, о чём, наверное, коллеги тоже упомянут и расскажут. Вот такой образ действительно великого писателя, без всякой натяжки, привлечения, потому что, слава Богу, сейчас у нас уже переведено достаточно много, к сожалению, собрания сочинений у нас до сих пор нет на русском языке, но тем не менее, благодаря нашим замечательным переводчикам, вот сегодня уже упоминалось, что первые произведения практически параллельно при жизни ещё цанкара переводились на русский язык благодаря Янко Лавринову и Хоснику. Но тем не менее, его имя звучало. Я знаю переводчиков, которые сербским переводом Ивана Цанкара были поражены его талантом, ну то есть сербисты, да, русские сербисты, и потом принялись за перевод уже на русский язык. Мы обязательно должны упомянуть в этой связи Александра Даниловича Романенко. Обязательно сегодня нужно вспомнить имя Майи Ильиничны Рыжовой из Санкт-Петербурга, которая последние годы своей переводческой жизни, она прожила очень долгую, насыщенную жизнь, она подростком была в осадном Ленинграде, она не уезжала никуда, а конец своей жизни она посвятила переводам Ивана Цанкара. И, кстати говоря, издавались эти книги православным благотворительным фондом, что тоже очень характерно, потому что Цанкара действительно фигура над какими-то догмами, какими-то клише, и его творчество действительно велико. Это шедевры. Люди, которые читают эти переводы, они и знают, соответственно, российскую, русскую литературу. Некоторые из них не просто сравнивают с Достоевским, но, в частности, даже говорят о том, что гений Цанкара велик именно тем, что он принадлежит малому народу, и в этом смысле даже выше Достоевского, потому что Достоевский принадлежит большой нации, а Цанкара принадлежит малому народу, Но вот эта верность своему чувству, верность своему перу, верность своей родине, своей матери, он пронёс через всю свою жизнь. Татьяна Ивановна Жарова перевела одну из ключевых, может быть, один из ключевых коротеньких таких произведений, рассказ. У нас чашка чая, её портрет, и её портрет, и ряд других, но я как раз хотела про чашку чая, которая... Почему чашку чая? Извините, чашку кофе, конечно, кофе. Извините, я просто кофе не пью. Поэтому мне... Да, с кодель и цикава, спасибо. Какое-то произведение мы не читали. Нет, читали, конечно, это я оговорилась. Чашка перевела впервые Татьяна Ивановна Жарова, и уже это вышло только в 2012 году. Как раз в этих стенах в Библиотеке иностранной литературы. Какой? Библиотеке? Да, это ты. Какой? Да. Что вы рассказали? Ну... Ну... Чашечка кофе? По-моему, я про... Чашечка кофе, уже в советское время. Роман не рассказывали. А, вы... Я не вонарял бы вам первый раз. Вот видите, Татьяна Ивановна, а вы перевели... Её портрет. А, её портрет. Вот, её портрет. Впервые. Вот, видите, я уже с кофе, с кофе, с чатом... Да ладно, не убью. Хорошо. Дело не в этом. Дело в том, что это действительно великий писатель. И я очень надеюсь, что когда-нибудь в России выйдет собрание его сочинений. Потому что, на мой взгляд, это такая первоочередная задача. Продолжение следует... Продолжение следует...